Штурм Сапун-горы начался 7 мая 1944 года в 10 часов 30 минут. Силами фашистской армии гора была превращена в неприступную крепость. Но тысячи советских бойцов в этот день самоотверженно, непреклонно отвоевывали каждый метр земли под прикрытием огня батареи и бомбовых ударов с воздуха. То и дело, завязывались рукопашные схватки с противником. Враг сопротивлялся, но не смог сдержать волну советского наступления. Выстрелы и взрывы, раненые и убитые, стрельба из окопов и рукопашная, грохот артиллерийских залпов и пулеметных очередей. Реконструкторы приложили максимум усилий для того, чтобы воссоздать детали майских событий 1944 года. Тогда бой за каждую траншею длился часами и унес жизни тысяч солдат. Спустя 9 часов в 19.30 первыми вышли на гребень Сапун-горы воины 77-й и 32-й гвардейских стрелковых дивизий. Оборона Севастополя длилась 250 дней. Противник не мог сломить духа советских воинов. А в 44-м русским понадобилось 9 часов для штурма ключевой высоты. Штурм Сапун-горы окончен. Знамя победы на заветной высоте. Раздается команда. Убитым встать. В реконструкции переломного боя приняли участие 12 военно-исторических клубов. 139 человек. Это не только севастопольцы, но и реконструкторы из других городов России. Цель напомнить нашим молодым, новым поколениям, молодежи, детям о том, что было здесь в 44-м году и повторить максимально точно то, что нарисовано на полотне диорамы в музее здесь у нас. В реконструкциях принимают участие люди разных возрастов. Старшему из них 69 лет. Состав участников сражения регулярно пополняется. Молодежь проявляет неподдельный интерес к историческим событиям, говорит Андрей Бутковой. Пете 8 лет. Он не пропускает ни одной реконструкции, в которой участвует папа. Сегодня он юный советский солдат. Я пришел, первый раз повоевал. Мне было чуть-чуть страшно. На второй уже хорошо, на третий, четвертый уже все привык. В ближайшее время, 9 мая, через пару дней, поэтому всегда в советской форме. Наши жди освобождали Севастополь, поэтому мы всегда в советской форме. При конструкции штурма Сапун-горы принимают участие девушки. Мне кажется, роль не играет мужчина или женщина. Ведешь себя как обычный воин, солдат. Эти землянки и блиндажи вырыты недавно, но выглядят очень достоверно. Точность в деталях здесь уважают. После реконструкции штурма Сапун-горы все желающие могли пообщаться с реконструкторами, осмотреть военную технику, подержать в руках оружие тех лет и даже выстрелить из него. Севастопольцы и гости города, пришедшие на праздник, не скрывали своих впечатлений. Мои прадедушки оба погибли на войне. И для меня это очень важно. И я полагаю, что каждому поколению нужно знать, какой огромнейший подвиг они совершили для того, чтобы мы с вами сегодня были под этим чистым небом. Слов нет, изумительно. Так что мне очень понравилось. Да вообще все тут нравится. Проникаешься этим всем, слезы накатываются. Наших предков, которые все это для нас сделали. Я такого никогда не видела. Мы только по телевизору видели. А вообще, наяву это не передать. Здорово. Праздник на Сапун-горе продолжился показом ретро-техники и концертом. Для всех желающих работали тематические площадки. Школьники писали фронтовые письма ветеранам, защитникам Севастополя. Все желающие могли подробно познакомиться с книгой памяти города-героя Севастополя. Она содержит поименные списки погибших, умерших от ран, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Марина Иванова, Анатолий Паньков, Севинформбюро.